Привет! Вы на техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы рассказываем абсолютно все о БУ-запчастях. Помните, что в «АвтоСтронг-М» прекрасные цены, быстрая доставка и отличный сервис. Ну а прямо сейчас мы разберем тот мотор, который вы так просили в комментариях. Итак, встречаем редкий прямо-впрысковый двигатель для Peugeot 406 и Citroёn C5 EW10D. Рядные бензиновые двигатели серии EW появились на автомобилях Peugeot и Citroёn в 1998 году. Базовый 1,7-литровый EW7J мы уже разбирали, а сегодня мы разберем EW10D очень редкий, который оснащен непосредственным впрыском топлива. Это первый прямо-впрысковый мотор PSA, который устанавливали с 0.4.2001 по 0.8.2004 на автомобилях Peugeot 406 и Citroёn C5. Топливная система данного двигателя устроена по-дизельному. Здесь есть ТНВД, также здесь есть топливная рампа с регулятором давления и датчиком давления топлива. Впрочем, так устроена любая топливная система бензинового двигателя с прямым впрыском. Также этот двигатель получил оригинальную дроссельную заслонку и катушку зажигания. Поршни, разумеется, имеют выемки, которые образуют камеры сгорания для работы на бедной смеси. Двигатель EW10 надежный и не капризный, хотя львиную долю неполадок берет на себя электропроводка. В разъемах датчиков и ЭБУ пропадают контакты, и это приводит к самым непредсказуемым последствиям. Но версия двигателя EW10D с непосредственным впрыском оказалась капризной. Топливная система буквально испортила этот двигатель и сделала его эксплуатацию дорогой. Данный двигатель нуждается в хорошем диагностике, который знает режимы его работы на послойной и однородной смеси. Также диагноз должен знать особенности его работы. Одним словом, появление на данном двигателе непосредственного впрыска сильно его испортило. Нет, он не ломается механически. Он просто очень часто уходит в аварийный режим. Я думаю, вы уже обратили внимание на то, что мотор у нас некомплектный, то есть практически без всего навесного оборудования. Но это из-за того, что он редкий и всю навеску у нас купили. Бывают случаи, что двигатель EW10D разгоняется и набирает обороты с рывками. В этом случае может быть все, что угодно. От лябдозонда до некачественного топлива. Поэтому в этом случае надо смотреть буквально все. Свечи, катушки, форсунки, EGR, все что угодно. Универсального решения этой проблемы нет. Датчик положения коленвала на двигателе EW10D находится на маховике и выходит из строя нечасто. Но если какие-то неприятности с ним случаются, то двигатель глохнет при разгоне, также глохнет при запуске и может тупить при разгоне. Эти симптомы то появляются, то исчезают. На проблемы с датчиком положения коленвала указывают соответствующие ошибки. Данный двигатель оснащен сложным накопительным катализатором, который призван собирать и нейтрализовывать оксид азота, который в большом количестве вырабатывается при послойном смесеобразовании. Поэтому в данном двигателе, помимо широкополосного лямбда-зонда, еще есть два датчика температуры, отработавших газом. Нередко выходит из строя первый из них датчик максимальной температуры. При этом двигатель плохо заводится на горячую, работает нестабильно и основной радиатор охлаждения постоянно работает. Данному двигателю досталась особенная катушка зажигания, которая регулирует мощность искры в зависимости от режима работы двигателя. То есть самая мощная искра появляется при послойном смесеобразовании, а при работе двигателя на максимальных нагрузках искра в два раза слабее. В при условии, если устанавливать туда оригинальные хорошие свечи. Свечи здесь тоже особенные. Номер свечей 5960.01 по марке Берру. Иногда для устранения подергивания двигателя помогает уменьшение зазоров между электродами свечи до 0,8 миллиметра. Клапан EGR на двигателе EW10D принимает активное участие в работе двигателя при послойном смеси образования. Глушение данного клапана приводит к заметным корректировкам в работе двигателя. В частности, при проблемах в системе EGR двигатель не переходит на послойное смесеобразование. Поэтому глушить данный клапан не надо. Он отлично чистится при заклинивании его штока. Хотя это в принципе не единственная проблема, которая с ним случается. Хотя нет, бывает выходит из строя датчик его положения, то есть пропадает контакт в реостате. Но эта проблема легко решается. Подгибание контактных щеток в реостате. При подклинивании через клапан идет неконтролируемый поток отработавших газов, что очень плохо сказывается на запуске двигателя, холостых оборотах, а также реакции на педаль акселератора. При послойном смеси образований дроссельная заслонка на двигателе 2.0 HPI будет открыта под достаточно большим углом для формирования бедной смеси. При этом давление во впускном коллекторе будет в два раза выше, чем при однородной смеси. Эти параметры надо знать при диагностике. Дроссельная заслонка на данном двигателе хлопотная, часто требует замены и чистки. Дроссельная заслонка быстро загрязняется нагаром и сажей, которая поступает из системы EGR и системы вентиляции картерных газов. При этом двигатель неуверенно заводится, дергается на холостом ходу, а также может заглохнуть на ходу. Куда более серьезной неполадкой является неисправность переменного резистора датчика положения заслонки. В нем две дорожки. С годами дорожки стираются. Как правило, проблема происходит обрыв с одной из них, и тогда датчик не видит положение заслонки. Эта проблема решается с помощью умного и хорошего электрика. Также можно купить отличную БУ-заслонку. При установке заслонки ее надо инициализировать. Топливные форсунки на двигателях с непосредственным впрыском управляются высоким напряжением. Для поднятия иглы форсунки подается напряжение 77 вольт. В таком режиме форсунка обеспечивает послойную смесь, то есть подает топливо в конце такта сжатия перед воспламенением. То есть в вытеснители попадает топливо, смешивается с воздухом, и тогда формируется правильная стихиометрическая смесь перед свечами зажигания. При высоких нагрузках на скорости более 70 километров в час топливные форсунки впрыскивают топливо в начале такта сжатия. Обычно с этими форсунками ничего особо не случается, потому что в топливозаборнике, в топливном баке установлен эффективный топливный фильтр. Форсунки могут засориться стружкой, когда ТНВД начнет стругать стружку. Чистить ультразвуком форсунки нельзя, потому что может разрушиться их керамический элемент. Сердцем топливной системы Siemens Sirius 81 является трехклапанный топливный насос высокого давления. Кстати, такой же стоял на двигателе Opel 2.2 Direct Z22YH, который мы уже разбирали в наш плейлист. Этот ТНВД разделен на две части. Во внутренней части находится полость гидравлической жидкостью и тремя плунжерами. Вторая же внешняя часть – это часть забора и нагнетания топлива с тремя мембранными клапанами. За движение гидравлических поршней отвечает наклонный диск. При движении гидравлических поршней давление масла, которое формируется под ними, приводит в движение мембранные клапаны, которые всасывают и нагнетают давление топлива. Для нормальной работы двигателя данный ТНВД должен нагнетать топливо в рампу под давлением 70-100 бар, то есть на холостом ходу и под нагрузкой соответственно. Но сам ТНВД не занимается регулированием давления топлива. В его корпусе есть только аварийный клапан, который срабатывает при давлении 130 бар. Регулирует давление топлива сам регулятор, который находится на топливной рампе. Слабое место этого ТНВД – это его резиновые мембранные клапаны. Резиновые детали служат недолго и их срок службы зависит от некоторых факторов, то есть от старости либо от чрезмерных нагрузок из-за того, что регулятор работал некорректно. Также иногда выдавливает сальник на валу наклонного диска. Тогда все масло вытекает из корпуса и ТНВД перестает работать. Также при эксплуатации автомобиля с изношенным ТНВД начинается износ бронзовых шляпок-плунжеров с образованием стружки, которая попадает в рампу и форсунки. Новый ТНВД стоит бешеных денег – порядка тысячи долларов. Для ремонта данного ТНВД надо его разобрать, поменять мембраны, правильно собрать и залить в гидравлическую часть гидравлическую жидкость ЛДС либо масло 5В30. Обычно эта работа у мастеров стоит 200 долларов. Но лучше всего поменять ТНВД на более надежный и менее геморройный с мотора F5R. Еще один слабый элемент топливной системы, которого у нас сегодня не оказалось, это регулятор давления на топливной рампе. А именно его механический элемент – клапан, который выходит из строя из-за некачественного топлива. Клапан начинает подклинивать. Из-за этого давление в топливной рампе не соответствует требуемому. Клапан может как излишне стравливать топливо, так и не стравливать его вообще. При достижении в топливной рампе давления более 115 бар электроника просто глушит двигатель. Аварийное отключение может быть как на ходу, так и после запуска. Если при увеличении нагрузки на двигатель не достигается нужное давление в топливной рампе, а здесь, кстати, может быть виноват еще и ТНВД, то тогда двигатель переходит в аварийный режим и стрелка тахометра не поднимается выше 2000 оборотов. Из-за подклинивавшего клапана двигатель нестабильно работает на холостом ходу и вяло реагирует на педаль акселератора. Эти все симптомы проявляются по мере нагрева клапана. Такой клапан стоит примерно 400 долларов, но умельцы разбирают клапан-регулятор и чистят его очистителями. Это может помочь, потому что основная проблема – это в запорном шарике, который подклинивает. Электромагнит там практически никогда не выходит из строя. Если двигатель вообще не запускается, то стоит проверить подачу напряжения. По умолчанию этот клапан открыт, и поэтому топливо проходит мимо шарика, а при подаче напряжения он закрывается, и тогда ЭБУ начинает управлять его работой. Ну а то, что осталось, мы прямо сейчас по традиции и разберем. А помогать нам в разборе будет ваш любимый Павел. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фазорегулятор на двигателе EW10D обеспечивает смещение впускного распредвала при высоких нагрузках на двигатель. Именно от 1200 до 4000 оборотов. Данный фазовращатель надежен, но с большими пробегами он начинает тарахтеть. То есть двигатель работает с дизелением, и этот узел надо менять. Но перед заменой фазорегулятор можно проверить. Для этого на разъем управляющего клапана на холостом ходу нужно подать 12 вольт. При срабатывании клапана фазорегулятор прекращает стрекотать. Двигатель работает неровно и может даже заглохнуть. Таким образом вы убеждаете, что в стрекотании виноват именно фазорегулятор. Ремень на двигателе EW10D подлежит замене каждые 80000 километров. Обратите внимание, что ремень приводит и пластиковую помпу. Любопытно, что здесь мы нашли вот такую поломку, то есть отвалился груз шкива, потому что отклеился его резиновый демпфер. У кого такое случалось, напишите в комментарии. Вот это легкосплавная крышка, а под ней мы видим впускной коллектор. И все это по совместительству является верхней частью постели распредвалов. Несмотря на то, что отчетливо видно, что в этом моторе масло меняли нечасто либо оно было некачественным, кулачки и шейки распредвалов не пострадали. Как и многие двигатели с прямым впрыском двигатели 2.0 HPI подвержены загрязнению клапанов. При сильном загрязнении клапанов появляются пропуски зажигания, и двигатель начинает дергаться при разгоне. Оценить загрязнение клапанов не представляется возможным, поэтому владельцы пользуются присадками для двигателя с непосредственным впрыском. Иногда это помогает, но в большинстве случаев причина дерганий не в этом. В камерах сгорания мы видим обильный сажевый налет. Мы не можем сказать, что для прямовпрысковых двигателей это норма. Впускные каналы перед камерами сгорания здесь вертикальные. Мы тоже видим сажевый налет, но это привет системе EGR. Блок цилиндров алюминиевый, гильзованный, открытая рубашка охлаждения. Обратите внимание на выемки в донышках поршней. Это те, о которых мы вам рассказывали в начале. По состоянию слабенький хон и нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы и говорили раньше, масло в этом моторе особо вовремя-то и не меняли. Поэтому задиры на коренных вкладышах, задиры на шатунных вкладышах, закоксованное маслосъемное кольцо и залегшие компрессионные кольца, плюс нагар на донышках поршней. Ну и естественным образом изношен коленвал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разборка закончена. И сегодня мы разобрали надежный мотор EW10. Если бы не приставка D и непосредственный впрыск, все бы у этого мотора было отлично. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА